Россия и Азербайджан Россия и Азербайджан являются друзьями на протяжении многих десятилетий. Сейчас они развивают отношения. В этих отношениях очень важным является позиция лидеров стран, президентов Путина и Алиева. И прежде всего их исторической встречи накануне президентских выборов Азербайджана, где Владимир Владимирович очень решительно и твердо поддержал Ильхама Гейдаровича Алиева в том, чтобы избираться на этот пост. Мы знаем, что поддержка президента Алиева очень большая, но проблема там, как мы знаем, заключается в том, что западные наши коллеги пытаются все время атаковать легитимность самого выборного процесса. И вот эта поддержка очень важна. Сейчас мы в экономической сфере оказались в похожей ситуации из-за падения цен на нефть, из-за того, что у нас очень много существует зависимость бюджета от цен на нефть. И политика ответная, она во многом похожа. Прежде всего это политика управляемого снижения курса национальной валюты. На самом деле это очень грамотная и точная политика, которая одновременно позволяет сбалансировать бюджет и одновременно позволяет сделать более конкурентоспособным производство внутри страны. Мы прекрасно знаем о том, что в мире разворачиваются валютные войны, суть которых в том, что пытаются все уменьшить свою валюту. А здесь у нас сложилась такая ситуация, когда мы воспользовались этой ситуацией. Причем, не знаете, мне даже азербайджанское политическое управление снижением курса валюты даже кажется более успешной немножко, чем российская, потому что российская оказывается слишком волатильной. Она, так сказать, немного слишком стихийно уменьшается и прыгает туда-сюда. В то время, когда азербайджанское снижение валют, оно было двумя такими управляемыми решениями, мне кажется, это даже более правильно. Значит, создаются вот эти новые условия. Мне кажется, что предыдущие годы мы недостаточно внимания уделяли сотрудничеству с точки зрения взаимной торговли, торговых потоков и так далее. Нам казалось, что поскольку огромные, так сказать, эти нефтяные бюджеты, то это как-то потихонечку, само собой, пускай идет, пускай помидоры сами пробивают себе дорогу. Значит, но, мне кажется, это не вполне правильно. И вот эта сменившаяся экономическая ситуация, которая сделает влияние нефти и газа менее значимым, а других товаров более, она заставляет, мне кажется, нас поощряет тому, чтобы быть сделанным, сделать большие изменения. Однако, это не значит, что они будут сделаны. Вот я пока, честно говоря, не очень вижу больших решений в этом направлении. Мне кажется, Азербайджан обладает великолепным сельскохозяйственным комплексом, в который, кстати, выложены немалые ресурсы уже. Значит, это весьма здоровая продукция, без химикатов, так сказать, как это зачастую в многих других странах делается. И здесь огромное количество людей, у судьба которых в России связана с Азербайджаном, способны обеспечить очень высокий спрос на эту азербайджанскую сельхозпродукцию. Но для этого, мне представляется, нужно прежде всего создавать каналы дистрибуции. Мы знаем, как трудно пробиться на полке ритейлерских систем, но маленький и средний бизнес всегда будет в таких условиях ситуации. Поэтому, мне кажется, нужно делать большие торговые бренды. Возможно, они должны носить региональный характер, да, и под этим большими торговыми брендами пробиваться к российским ритейлерам. Причем, я думаю, что политическая поддержка такой политики, вот, торговой, она была бы очень большая, поскольку, еще раз повторяю, наше политическое руководство, без сомнения, Владимир Владимирович Путин, рассматривает Азербайджан как дружескую страну, с которой нужно и можно развивать такое торгово-экономическое отношение. И, таким образом, большие бренды, да, открытие торговых домов, но такие структуры нужно создавать. В ответ, так сказать, на увеличение, прежде всего, сельхозпродукции азербайджанской, мне кажется, что было бы правильно, чтобы азербайджанский бизнес подумал о том, что часть продукции, которую он закупает в других странах, отчасти машиностроительную продукцию и так далее, можно было бы более логично закупать в Россию. Хотя здесь требуется более точное понимание номенклатуры. Российские машиностроительные предприятия, они не очень знают о том, что конкретно занимается в Азербайджанах, закупается Азербайджанам и в каких параметрах могут закупить. Мне кажется, здесь азербайджанская страна, прежде всего, диаспора, могла бы сделать свой какой-то анализ такой-то ситуации и выйти с предложением, которое получит большую политическую поддержку.